P2P-арбитраж это способ заработка, где вы, прогнав, например, 100 тысяч рублей через определенные криптобиржи, на выходе получите уже 101 тысяч рублей, тем самым заработав 1000 рублей. 1000 рублей это совсем копейки, не так ли? Но вы можете прокручивать капитал в 100 тысяч рублей, раз за разом зарабатывая по 1000 рублей с одного круга. Тем самым прокрутив капитал 100 раз, вы заработаете 100 тысяч рублей, но не все так просто. В этом видео я покажу вам, как можно зарабатывать на P2P-арбитраже с полного нуля при помощи вашего мобильного телефона. Я продемонстрирую вам готовую стратегию арбитража, где вы сможете зарабатывать так же, как и я, с каждого прокрута капитала и сразу же после просмотра этого ролика. А после демонстрации стратегии я обязательно расскажу вам обо всех нюансах и проблемах, с которыми невозможно не столкнуться на своем пути. Так что смотрите внимательно и до самого конца. Переходим к заработку. Для работы нам потребуется одна банковская карта, в моем случае карта Тинькофф банка, мобильный телефон, аккаунт на популярной бирже Bybit и хотя бы какой-то небольшой капитал. Я возьму капитал размером 100 тысяч рублей, но можно использовать и меньшие суммы. У меня есть уже аккаунт на бирже Bybit, если вы не обладаете таким аккаунтом, вам нужно сначала зарегистрировать его. Переходите на биржу по ссылочке из описания к этому ролику, жмите зарегистрироваться, регистрируйтесь через электронную почту или номер телефона, а потом проходите верификацию KYC, чтобы мочь торговать на бирже. Все максимально просто. На данный момент на моей карте Тинькофф банка лежит 100 тысяч рублей, а также на мой телефон скачано приложение Bybit. Я уже авторизировался в свой верифицированный аккаунт. Теперь я захожу в P2P раздел на бирже, где между пользователями Bybit заключаются сделки по обмену криптовалюты на обычную валюту и наоборот обычную валюту на криптовалюту. Именно на таких обменах я буду зарабатывать в этом видео. Во вкладке покупка выставлены объявления пользователей, которые продают криптовалюту, а я эту криптовалюту в этой вкладке могу купить. А вот во вкладке продажа объявление тех, кто покупает криптовалюту, а я же эту криптовалюту могу продать, нажав соответствующую кнопку. Сейчас я выберу USDT, так как торговать сегодня буду именно в рамках этой криптовалюты. Вот здесь выбираю RUP, так как карта у меня российского банка, а в способах оплаты выбираю Тинькофф банк. Теперь я буду покупать криптовалюту USDT на сумму 100 тысяч рублей, выставив свое объявление. Сейчас моя задача опубликовать объявление о покупке USDT, поэтому я захожу в раздел размещения моих объявлений. В разделе я хочу выбираю покупка, в разделе монеты выбираю USDT и фиат, оставляю рубли. Настройка цены выбираю фиксировано и ввожу цену, по которой я буду закупаться. В данный момент я выбрал цену 95.39 для того, чтобы быть более-менее в топе стакана. Если наше объявление в топе будет опускаться, то есть мы будем неконкурентно способны по отношению к другим арбитражникам, которые дали более лучший курс для своих клиентов, мы будем просто поднимать курс, тем самым подниматься в топе объявлений. Если же наше объявление наоборот будет на первом месте, то есть мы будем давать слишком выгодные условия для своих клиентов, мы немножко уменьшим курс и встанем где-нибудь в серединку. В разделе параметры транзакции выбираем 15 минут, а общее количество купленных USDT я вставляю 1000. Лимиты на транзакцию я ввожу от 10 тысяч до 500 тысяч. Сумма в 500 тысяч рублей никак не влияет, так как у нас максимальная сумма закупа всего лишь 1000 USDT. Требования к контрагенту ничего не выставляем и в способах оплаты выбираем нашу Тинькофф карту. Если у вас Тинькофф карта не добавлена, вы можете нажать на раздел «Управлять способами оплаты» и добавить там любую карту. В раздел «Комментарии» мы вставляем нашу командную наработку и нажимаем «Подтвердить». Супер, мое объявление успешно выставлено. Теперь я жду первых откликов, то есть первых заявок на обмен, где я буду отправлять рубли с нашей банковской карты Тинькофф на карты наших клиентов. А они, в свою очередь, будут отдавать мне USDT. Прошло 5 минут и у нас нет ни одной заявки. Также мы немножко опустились в топе объявлений. Среди наших конкурентов мы занимаем нелидирующие позиции, поэтому я принял решение немножко поднять объявление и выставить курс 95.43, то есть увеличить на 4 копейки. После увеличения курса первая сделка не заставила себя долго ждать, и мне прилетел ордер на сумму 95 430 рублей по курсу 95.43, соответственно. То есть нам продали 1000 USDT, а мы сейчас отправим 95 430 рублей на карту нашего контрагента. Делаем перевод, подтверждаем сделку и ждем, когда контрагент проверит поступление денежных средств на свою карту и закроет сделку, тем самым отпустит нам USDT, и USDT поступит на наш баланс. Клиент подтвердил сделку, и наша 1000 USDT прилетела к нам на баланс. Теперь мы будем ее продавать. Для того, чтобы выставить объявление на продажу USDT, нужно сделать по сути то же самое, что и при выставлении объявления на покупку. То есть нажимаем три точечки, мои объявления, далее нажимаем опубликовать и попадаем в раздел разместить мои объявления. В разделе я хочу вместо покупки выбираем продажи. Монету и фиат оставляем USDT и рубы, соответственно. Вводим фиксированную цену 95.58. Общее количество мы купили с вами 1000 USDT, ее и будем продавать. В параметрах на транзакции также выбираем 15 минут, в лимитах на транзакции выбираем также 10 тысяч рублей минимальные и 500 тысяч рублей максимальные. В требованиях к контрагенту выбираем зарегистрирован более 30 дней, для того чтобы отсеять различных скамеров и мошенников. В способах оплаты выбираем нашу банковскую карточку Тинькофф, на которую люди будут отправлять нам рубли. Вводим также наш приветственный комментарий и нажимаем опубликовать объявление. Объявление на продажу USDT успешно размещено, наша задача также ждать клиентов. Нам практически сразу же прилетел первый ордер на сумму 10 тысяч рублей. Я решил увеличить цену на 2 копейки, встав немножко пониже среди своих конкурентов, для того чтобы увеличить свой спред. Напомню, что закуп мы делали по курсу 95.43, сейчас у нас продажа будет по 95.6, то есть наш чистый спред 17 копеек. У биржи Bybit нет комиссии как для мейкера, так и для тейкера, поэтому наша разница в 17 копеек это и есть наш чистый спред. В течение следующих 5 минут мне прилетели 3 ордера на сумму 95.700 рублей, 29.400 рублей и 20.471 рублей, 4 копейки. К сожалению, мне все-таки пришлось понизить курс до 95.57, потому что вынудили конкуренты. Но это нам позволило закрыть быстрее круг, на все про все у нас ушло меньше 30 минут. Мы с вами прокрутили 95.430 рублей, то есть 1000 USDT, заработав тем самым 180 рублей, и наш средний спред составил 0.188 тысяч. На мой взгляд, это достаточно неплохой результат, с учетом того, что мы потратили минимум времени. Давайте сразу же переходить ко второму кругу. Ребят, буквально минута вашего времени. В этом видео вы увидите только одну P2P-связку, по которой сможете начать работать. Конечно же, связок существует гораздо больше. Да и для того, чтобы зарабатывать те же 20% чистой прибыли к своему капиталу, нужно знать ряд тонкостей, нюансов, лайфхаков, особенно если вы новичок. Так вот, наша команда Telegram проекта P2P создала невероятно полезного бота для полных нулей или начинающих арбитражников. В этом боте мы подготовили для вас настоящий, полностью бесплатный курс молодого бойца, в котором вы найдете информацию обо всех тонкостях P2P-раздела на биржах, научитесь покупать и продавать крипту поэтапно, узнаете, как искать и отслеживать доходность по связкам. А кроме того, поймете, в чем заключаются нюансы сферы P2P-арбитража. Например, как работать с картами и дропами, как платить налоги и многое-многое другое. А что самое интересное, после прохождения всего курса молодого бойца, мы подарим вам подборку топовых связок для P2P-арбитража, к заработку с которых можно приступить сразу после изучения всей информации. Кстати говоря, в боте вы сможете найти инфу о том, как попасть в бесплатное и очень крутое комьюнити, в котором можно получить абсолютно бесплатно полную поддержку при первых шагах в барбитража криптовалют. Прохождение бота займет не более 60 минут, а знаний вы получите огромное количество. Переходите по первой ссылочке из описания, включайте бота, проходите, изучайте материал и начинайте зарабатывать с этой сферы. Я выставил объявление на покупку USDT по курсу 95.36, ждем клиентов. Курс USDT пошел вверх, тем самым мы были вынуждены поднимать цену нашего объявления выше. Сейчас мы стоим по курсу 95.55. По курсу 95.55 нам практически сразу прилетело 3 ордера на суммы. 18 497,71 рубля, далее 12 597,20 рубля и последний третий ордер 14 570,22 рубля. Делаем переводы контрагентам и ждем, когда они подтвердят перевод и отпустят нам USDT. Пока мы с вами делали 3 перевода нашим контрагентам, нам прилетело еще 2 ордера на сумму. 10 510,58 рубля и 14 152,26 рубля. Все это по курсу 95.55. У нас возникла небольшая техническая трудность. Перевод на сумму 14 152,26 рубля ушел в обработку. Это значит, что нужно немного подождать и сообщить нашему клиенту, чтобы он не переживал. Буквально через пару минут транзакция ушла и контрагент подтвердил сделку. Мы с вами сделали закуп, пора переходить к продаже. Выставляем объявление на продажу, продаваться я буду по курсу 95,8. Практически сразу нам прилетело 3 ордера на сумму 50 000 рублей и 2 ордера по 10 000 рублей. Я решил завершить второй круг, заработал я 184 рубля, прокрутив 70 327 рублей в обе стороны. Мой спред вышел 0,26. Буквально за час с небольшим я заработал уже более 360 рублей, но я на этом не собираюсь останавливаться. Я планирую сегодня заработать минимум 1500 рублей, поэтому я продолжаю работать. А для максимальной эффективности я буду использовать работу одновременно и на продажу, и на закупку. То есть я буду работать не кругами, как мы сейчас с вами сделали 2 полноценных круга, а я буду закупаться и продаваться одновременно для того, чтобы увеличить эффективность работы и максимизировать количество сделок и клиентов. Сейчас я буду выставлять объявление на покупку. Как только я закуплюсь на какое-то количество, я буду выставлять объявление сразу на продажу. И таким образом у меня будет одно объявление на покупку, другое объявление на продажу и мы сразу с вами будем торговать в обе стороны. Я выставил объявление по курсу 95.81 и мне сразу же прилетел ордер на сумму 16231 рублей 63 копеек. Первый ордер я закрыл и следом прилетел еще один на сумму 10 тысяч рублей. Для того, чтобы увеличить количество клиентов и вместе с этим свой заработок, я решил уменьшить лимиты до 1000 рублей. То есть сейчас мой минимальный лимит не 10 тысяч рублей, как было ранее, а 1000 рублей. После уменьшения лимитов мне в течение 5 минут прилетело 5 ордеров на сумму 1000 рублей. 10 тысяч 60 рублей 14 копеек, 1916 рублей 20 копеек, 3896 рублей 62 копейки и 8143 рубля 85 копеек. Все это по курсу 95.81 и сейчас уже я буду выставлять объявление на продажу UZT по курсу 96.05 с минимальным лимитом 5000 рублей. Сейчас у меня одновременно включено объявление и на покупку и на продажу и мне прилетело 4 ордера на покупку и 1 на продажу. То есть я закупаюсь по курсу 95.81 и продаюсь по курсу 96.05, тем самым фиксируя спред 24 копейки. 24 копейки спреда в процентах это примерно 0.25%. Я продолжаю торговать одновременно в обе стороны, мне прилетает огромное количество ордеров как в одну, так и в другую сторону и зачастую ордера на относительно небольшие суммы до 10 тысяч рублей. Поэтому очень хорошо, что я включил объявление о 1000 рублей, тем самым увеличив легально свою ликвидность. Прошел примерно час работы в таком формате, то есть я торговал как на покупку, так и на продажу одновременно и мне удалось заработать суммарно 636 рублей, из которых 360 рублей я заработал в первые два круга, а оставшиеся 276 рублей, соответственно, я заработал за час такой активной торговли. Но моя цель еще не добита, поэтому я продолжаю работу. Выставляю объявление на покупку UZT по курсу 96 и мне сразу же практически прилетает ордер на сумму 13 920 рублей. Спустя еще 5 минут мне прилетело 4 относительно небольших ордера со средним чеком примерно 8 тысяч рублей. Я продолжаю работать по той же стратегии, где мы с вами торгуем одновременно и на покупку и на продажу, поэтому самое время выставить объявление на продажу UZT. Выставляться я буду по курсу 96,3%. То есть спред будет чуть больше 0,3%. Прошло примерно 20 минут и мне прилетело за это время 14 ордеров на покупку и на продажу суммарно. Ордера в основном средней суммы от 5 до 15 тысяч рублей. А конкретно 7 350 рублей, 9 882 рубля 24 копейки, 5 тысяч, 9 тысяч 1 рубля 87 копеек, 7 472 рубля 25 копеек, 5 тысяч, 7 500, еще раз 5 тысяч, 8 100, еще раз 5 тысяч, 9 тысяч, 7 тысяч, 13 тысяч, 8 тысяч, 850 рублей 40 копеек. Это все последние ордера, которые у меня были. Продолжаю торговать. Прошло еще примерно 15 минут и мне прилетело около 10 ордеров. Я сейчас сделаю небольшую передышку и посчитаю сколько мне удалось заработать на данный момент. За последний час работы мне удалось заработать 314 рублей 50 копеек. То есть в сумме я заработал уже более 950 рублей. Продолжив работу я практически сразу же поймал 3 ордера. Два из них на покупку, один на продажу. На продажу на сумму 9000 рублей по курсу 96,39, а на покупку 8653 рубля 50 копеек и 5000 рублей по курсу 96,15. То есть разница у нас примерно 0,25%. Это наш чистый спред. Сегодня плюс-минус я торгую в спред 0,25. Это достаточно комфортный спред, даже несмотря на то, что у нас в основном мелкие и средние платежи. На самом деле с банком 100 тысяч рублей так и нужно работать. Не нужно выставлять большую минимальную сумму, потому что вы просто будете терять клиентов и ваша эффективность будет очень слабой. Прошло примерно 30 минут. Мне прилетело большое количество ордеров как на покупку, так и на продажу с небольшими суммами. Но были более интересные ордера на приличные суммы. Например, мне прилетел ордер на покупку на сумму 23 875 рублей по курсу 96,2. В тот момент, когда я продавался по курсу 96,46. То есть спред достаточно неплохой, практически 0,3. И также мне прилетело два ордера на покупку на сумму 28 008 рублей 75 копеек и 35 000. И все это по курсу 96,25. Продолжая торговлю, ничего в целом не меняется. В основном мне прилетают средние и мелкие ордера. Где-то средний чек у меня сейчас 7-9 тысяч рублей. Меня это в целом устраивает. Но иногда все же прилетают интересные и жирные ордера. Например, ордер на сумму 80 026 рублей 31 копейка по курсу 96,07. Или ордер на сумму 49 025 рублей 10 копеек по курсу 95,99. Прошло примерно еще 2 часа активной работы. И по ощущениям я уже приближаюсь к цифре 1500 рублей чистой прибыли. Но я не намерен останавливаться. Я хочу перевыполнить эту цель для того, чтобы потом спокойно остановиться. И посчитать, зафиксировав весь мой результат. Сейчас произошла интересная и клевая ситуация. Я закупился по курсу 95,85. Одним ордером на сумму 47 445 рублей 75 копеек. И практически сразу продался на сумму 50 тысяч рублей по курсу 96,2. То есть я закупился на большую сумму и продался на большую сумму. При этом разница в курсе у меня 35 копеек. То есть более 0,35%. То есть только с этих двух сделок я заработал более 150 рублей. Что, согласитесь, очень и очень круто. Так, ну что, я начинаю последнюю продажу купленных USDT и буду фиксировать результат. В течение 10 минут мне прилетело 6 ордеров на сумму 5000 рублей, 6000 рублей, 9965 рублей, 10 тысяч рублей и 2 ордера еще раз по 5000 рублей. Я закончил продажу USDT, пора подводить итоги. Напоминаю, что стартовый капитал был 100 тысяч рублей. А на данный момент я располагаю банком 101 816 рублей. То есть 1816 рублей это моя чистая прибыль за примерно 5 часов работы. Вся рабочая связка выглядела следующим образом. За рубли на карте Тинькофф я покупал USDT по своему объявлению. Покупка по своему объявлению называется покупка мейкером. Затем я продавал купленную криптовалюту также по своему объявлению мейкером. Но уже по более высокому курсу, возвращая рубли к себе на карту Тинькофф обратно. По итогу, работая с капиталом всего лишь 100 тысяч рублей, а для P2P-арбитража это небольшой капитал, я смог заработать 1816 рублей. И это с учетом того, что я работал не полный рабочий день, а всего 5 часов. И при этом сделал я это по одной из самых простых стратегий и использовал я лишь свой телефон. Работая таким образом, каждый день вы сможете зарабатывать около 60-100% к своему капиталу ежемесячно. Это действительно очень и очень неплохо. А теперь пришла пора разобраться со всеми нюансами и особенностями, которые нужно учитывать при заработке на арбитраже криптовалюты и в частности работая по этой связке. Во-первых, для работы по этой связке нам необходимо иметь на бирже Bybit статус обычного мерчанта. Условия получения этого мерчанта следующие. Во-первых, нужно добавить номер телефона на бирже. Во-вторых, добавить адрес электронной почты на бирже. В-третьих, пройти верификацию личности. В-четвертых, иметь минимум 1000 USDT на аккаунте финансирования. И последнее, пятое, совершить не менее 5 сделок на покупку за последние 30 дней с тремя разными мерчантами в P2P разделе. Во-вторых, для работы по сегодняшней связке вам нужно использовать банковские карты, которые рано или поздно при большом обороте средств по ним будут заблокированы из-за подозрений вас в отмыве средств. Поэтому вам нужно научиться проходить обычные простые блокировки, а также быть готовым к долгосрочной блокировке, которая вынудит вас искать новые карты. Это касается карт практически любых стран и любых банков. Если у вас есть доступ к картам российских банков, то я очень сильно рекомендую посмотреть большое видео по работу с основными российскими картами для арбитража, где есть вся необходимая информация по тому, как максимально избегать блокировок, как их проходить и как вообще выстроить экономику работы с картами в уверенный плюс. Ссылочку на видео можно найти будет в описании к этому ролику, обязательно ознакомьтесь перед тем, как переходить к арбитражу. В-третьих, перед тем, как работать по сегодняшней связке или по любой другой связке, вам нужно посчитать, есть ли в принципе спред по этой связке, потому что в определенный момент времени спред может пропасть и работать будет бессмысленно. В описании к этому видео мы оставим ссылочку на очень удобный арбитражный калькулятор, где можно ввести информацию по курсу закупа и продажи, ваши комиссии на биржах, а также саму сумму, которую вы хотите прокручивать. Калькулятор сам просчитает вашу доходность в процентах и в абсолютных значениях. Обязательно используйте калькулятор при повседневном арбитраже. В этом видео вы узнали об очень простой связке, по которой может начать зарабатывать абсолютно каждый из вас прямо сейчас. Главное найти капитал, обзавестись телефоном, аккаунтом на бирже, а также банковской картой. Если у вас остались какие-то вопросы или непонимания касательно этой связки или в целом арбитража криптовалюты, можете смело писать в комментарии под этим роликом, я буду читать и отвечать. Также буду благодарен за написанные вами идеи для будущих роликов, которые вы бы хотели увидеть на моем YouTube-канале. Но если вам это видео было полезно, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и рассказывайте об этом ролике своим друзьям. А я побежал готовиться к новому видео, которое выйдет уже совсем скоро. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok